Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня тема расклада будет такая у нас. Кому без вас плохо? Кого грусть, тоска съедает? У кого печалька без вас? И на кого, может быть, вам стоило бы сейчас обратить внимание? Есть ли такие люди, которые действительно без вас грустят? Потому что бывают очень часто такие отношения, когда вроде бы и с человеком невозможно, потому что постоянные стычки, постоянные какие-то недопонимания. Но когда люди расстаются, то им друг без друга плохо. И это тоже бывает достаточно часто. Для тех, кто хочет получить индивидуальный расклад на эту или другую тему, вы можете в пункте 3 прикрепленного комментария перейти по ссылочке, посмотреть видео, в котором подробно и с уважением к вам рассказывается, как вы можете получить индивидуальный расклад для себя. Сегодня у нас будет 4 позиции. Первая, вторая, третья, четвертая. Вы можете также в этой ситуации загадывать по фруктикам. У нас сегодня прямо рубиновое яблочко выпало. Теперь сердечко, что такое? Это дырявые руки или это нам что-то хотят сказать фруктики? Первая позиция выбрала для себя изумрудное яблочко. Вторая позиция цитриновое яблочко. Третья позиция у нас сердечко топазовое. И замыкающая четвертая позиция. Это у нас замечательные карты небо и земля. Второй и на них рубиновое яблочко. У нас расположилось тоже весьма и весьма уютно. И вы можете загадывать как по порядку выкладки. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Как по рубашке карт. Потому что может быть вам захочется послушать конкретно какую-то колоду по поводу данного вопроса. Ну а может быть вы доверитесь потокам и выберете по порядку открытия. Ну и просто какую-то колоду, которую и будете слушать. Ну и для тех, кто у нас выбрал сегодня замечательную позицию номер. Номер один. Давайте вот такой кэп неочевидность сегодня допустим с вами. Здесь у нас замечательная изумрудная яблочко. Давайте посмотрим, кому без вас плохо и почему. Есть ли вообще такой человек, которому без вас плохо. Или вся ситуация слишком уж накручена и слишком нагнетена. Первый, сигнификатор ситуации по поводу тоскующих у вас. Ну вы знаете, здесь карта ложится такая, которая говорит о том, что человек не то чтобы тоскует очень сильно. Но есть человек или люди, которые реально вас ждут. То есть либо вы должны были куда-то прийти, приехать, пообещали. Или просто вы давно не виделись и человек всегда в ожидании вас. Или просто у вас есть такой человек или люди, которые всегда вас ждут и всегда вам рады, когда бы вы не приходили. Здесь конечно не то чтобы плохо, но человек, который вас ждет и которому лучше с вами, чем без вас, он здесь имеется. Может быть один, может быть несколько человек. Вот сейчас будем выяснять опять же, кто эти красавцы и кто эти друзья. Так, ну вот смотрите, женщина, женщина знака земли или огненного знака, состоявшаяся, состоятельная, спокойная, рассудительная. У кого-то это дети, то есть не важно какого возраста, не важно какого знака зодиака и так далее. Дети и домашние животные, они ждут им плохо без вас, они хотят вас видеть. И у кого-то молодой человек выглядит, знаете как, может быть подростком, там 11-13 лет до 15, а выглядит гораздо старше своих лет. И вот такое ощущение, что он очень рад видеть вас и ему как-то плохо, когда вы отдаляетесь на какое-то время. У кого-то имя Женя здесь проходит, я не знаю уже девочки или мальчики это, но в любом случае здесь карта есть. Но вот этот человек, который подросток, который молодой, да, там максимум будет возраст лет до 17-18 у человека. Но вот этот человек будет скрывать, что ему без вас плохо, может сидеть, ждать, думать о вас, переживать, но при этом вам особо об этом не скажет. То есть когда вы придете, он даже может отвернуться и заняться какими-то своими делами и делать вид, что ему абсолютно все равно пришли вы или нет. Но если вы раньше не знали того, что человеку без вас плохо, то собственно теперь будете знать. Почему? Ну вы знаете, поскольку здесь все-таки три аркана и все обозначали что-то, мы посмотрим, почему без вас плохо и тому, и другому, и третьему. Почему без вас плохо о королеве Пентаклей? Ну потому что вы вселяете в нее силы, вы ей придаете какой-то уверенности, потому что вообще она может иметь какой-то достаточно замкнутый образ жизни. То есть здесь такое ощущение, что она, если без вас, то она в одиночестве, она в каком-то заточении, она в каком-то таком формате, когда ей просто может быть больше никого и не надо. То есть здесь не сказала бы, что этому человеку очень нужен поток общения беспорядочного, непонятного какого-то, но вас она всегда ждет почему-то. Может быть она очень долго вас и не выдерживает, и потом начинаются уже нервы и у мои нервы, да, но сперва карта говорит о том, что ей с вами хорошо, ей с вами приятно. И вы, видимо, тот человек, который ее поддерживает и вселяет уверенность в том, что она идет своим курсом, идет каким-то правильным путем. По поводу детей давайте посмотрим. Ну, можно здесь сказать почему, потому что вы можете, наверное, разговаривать, сказки какие-то рассказывать, какие-то интересности говорить ребенку, или рассказывать истории из своей жизни так, что ребенок заслушивается просто, вы знаете, рот открывший, глядя прямо в глаза. Такие у кого-то голубые глазенки, курносый нос, девочка маленькая, лет 5-7. Интересная пришла, Вероника может быть у нее имя. Ну, и смотрите, здесь вас считают, вот на вас как-то равняются, то есть здесь вы можете быть примером, например, вы даже какая-то троюродная там тетя и так далее, но когда вы приходите, племянница или племянник на вас так смотрит, вот ой, какая она красивая, ой, какая она классная, и вот вы как будто бы какая-то звездочка путеводная, ощущение, что вы человек из другого мира, что вы человек из какой-то сказки, как будто бы и такие вот дети, ребенок может на вас смотреть. Если речь идет о животном, то животные могут чувствовать ваше к ним расположение и могут чувствовать теплоту души по отношению к ним. А вот этот вот подросток такой загадочный, почему? Потому что вы не нарушаете его границы, потому что вы не лезете без мыла куда угодно, и потому что у него есть вот желание быть похожим на вас, а для этого ему нужно оценивать изменения в вашей жизни и подчерпывать от вас что-то новое. Ну и давайте вам по этому поводу предостережение и совет. Смотрите, не стоит показывать свои эмоции, вываливать их буквально, да, вот захлестывая всех окружающих ими. Вот постарайтесь этого не делать, это будет не очень полезно в той ситуации, в которой вы оказались. Постарайтесь быть стабильным, размеренным. Обратите внимание на мужчину старше 40 лет, знака земли или огненного знака, имя Володи, Александр у кого-то проигрывается, Валерьян у кого-то, ага, интересная композиция. Но в любом случае здесь карта говорит о том, что если вы сейчас будете в первую очередь решать вопросы финансового характера, то это будет хорошим тоном и это будет хорошим результатом впоследствии для вас. Поэтому будьте рассудительны, будьте спокойны, не бегите по первому зову, но когда вы приходите, приходите достойно. То есть если в доме есть дети, если в доме есть люди, которые вас ждут и рады вам, то уж с пустыми руками точно приходить не следует. А следует с собой взять каких-то вкусняшек, взять чего-то такого интересного. Не обязательно потратить много денег, но обязательно оказать внимание тем людям, к которым вы приходите, хотя бы немного. Вот такая позиция. Позиция, я считаю, в принципе, весьма и весьма интересная. Для тех, кто выбрал у нас позицию номер 3, давайте посмотрим, что нам скажет наше замечательное топазовое сердечко. Давайте посмотрим. Ой, оно когда с колоды карт убираешь на более-менее такую ровную поверхность, кажется, что оно просто небесно-голубого цвета шикарного. Давайте посмотрим, есть ли вообще такие люди, такие товарищи, которым без вас, ну вот прямо жизнь не мила, которым без вас плохо. Вы знаете, карта говорит о том, что здесь не столько есть такие люди. Да, есть те люди, которые о вас думают, да, есть те люди, которым вы нужны. Но здесь может быть, когда вам говорят о том, что без вас очень плохо, но это является манипуляцией. Это не значит, что вас никто не любит. Вот здесь не надо путать два этих понятия. Почему? Потому что одно дело любить, но тем не менее отпускать тогда, когда это нужно. А другое дело, это когда любви нет, а есть желание помыкать. Называется, вот мне плохо без тебя, вот ты бы пришла и сделала сейчас, а так мне это самому приходится делать и так далее. Но в общем карта неплохая. Она просто говорит о том, что есть люди, которые на вас надеются, надеются на ваши какие-то действия, на вашу, ну, либо профессиональную, либо какую-то другую помощь, поддержку. А так, прямо так, чтобы страдали, убивались и падали в обморок, нет. Вот таких людей пока что здесь нет. Ну, может быть, у вас настолько гармонично выставлены и выработаны отношения со всеми, что таких проблем не возникает. Давайте посмотрим, кто может достаточно часто думать о вас. Какой-то человек на расстоянии, человек погруженный постоянно в работу и человек достаточно закрытый от вас. Но даже он или она сейчас на сегодняшний день больше занимается своими делами, чем думает о вас. Почему? Почему? Потому что есть какие-то дела, которыми человек вообще не готов делиться, потому что на сегодняшний день он скорее хочет, вот называется, да, мы с Люсей потом увидимся, но сейчас мне нужно доделать очень много важных каких-то вещей. И сейчас я пока возьму паузу. Поэтому здесь вот такие карты, которые говорят о том, что в принципе, в общем, отношения со всеми, кто вас окружает, достаточно гармонично. Неважно, кем эти люди вам являются, они выстроены уже. Но вот здесь тот человек, который всплывает сейчас в вашей голове, он закрыт немножечко. И здесь такая ситуация, что человеку может быть в принципе нехорошо сейчас как-то на душе, но не потому что нет вас, а потому что свои какие-то дела, которые больше связаны с работой и какими-то делами, которые не связаны с отношениями, а связаны именно с формальностями определенного характера. Что-то из последних сил пытается доделывать, куда-то ехать. Может быть что-то с машиной находится либо на расстоянии, либо вопросы переезда у человека. Здесь жестко могут вставать. Давайте вам предостережение и совет. Но поскольку сама позиция, да, она в данном случае уходит от темы расклада и является антагонистом темы расклада, здесь мы очень долго рассусоливать, размусоливать тоже не будем, потому что все ясно и понятно в целом. Здесь карты говорят о том, что не стоит бояться потревожить этого человека, если вам очень нужно с ним поговорить, очень нужно решить какие-то вопросы. Но в то же время карты говорят о том, что тоже просто так дергать на всякий случай, а поговорить, а просто вот, да, поболтать. Это не та ситуация, когда вам можно и нужно таким образом делать. То есть здесь карты говорят о том, что если есть какой-то у вас страх и переживание, то от страха не стоит ни отстраняться, ни навязываться этому человеку. Поймите на сегодняшний день для себя сами. Есть какое-то дело реально, которое нужно было бы вам обсудить? Есть ли конкретно у вас какой-то вопрос к этому человеку? И если есть, вы можете задавать. И здесь карты говорят о том, что если есть какие-то праздники, например, день рождения у этого человека и так далее, вы можете поздравить, позвонить, сказать какие-то хорошие слова. Это не будет воспринято как-то в штыки. Но в любом случае карты говорят о том, что в общении должно быть максимум культуры и максимум официальности в данном случае. Потому что какие-то хихоньки и хахоньки сейчас в отношении данного лица, они не совсем правильно будут восприняты. Какой-то человек, которого вы знаете очень давно, трудоголик в работе весь буквально закопался. Может быть, это несколько человек, поэтому конкретная фигурная карта на эти позиции у нас не вышла. Но, тем не менее, информации было много и вся эта информация была, соответственно, озвучена. Для тех, кто выбрал у нас позицию номер 2, давайте посмотрим наше замечательное цитриновое яблочко, что оно нам расскажет. Что расскажет нам цитрин? Есть ли такие люди, которым без вас плохо? Ну, вы знаете, здесь есть люди, с которыми вы достаточно давно общаетесь. И этих человека 2, скорее всего. Люди, которые пытаются оценить сейчас свою жизнь без вас. Люди, с которыми, возможно, вы по какой-то причине прервали общение. И прервали общение достаточно жестко. То есть сейчас это общение минимизировано между вами. И карты говорят о том, что человек боится вас тревожить, но одновременно и боится очень вас потерять окончательно. И очень надеется на то, что пауза, которая есть в вашем общении и в ваших отношениях, она всего лишь перерыв, а не является точкой в том, что произошло между вами на сегодняшний день. Что может быть за человек это? Слушайте, ну шикарная ситуация. У кого-то вообще даже такой человек, с которым вы еще умудрились судиться. Для мужчин это бывшие возлюбленные жены, неважно какого они знака зодиака для женщины. Это другая дама. Дама знака воды или воздуха. Со слегка такой, знаете, ехидной улыбкой, периодически возникающей, скорее всего, темноволосой или красится в темный цвет. Имя Лена может проходить, Олеся может проходить здесь имя. Ну у кого-то может быть и другие, естественно, имена, потому что на всю широкую аудиторию невозможно настолько четко это назвать. И здесь можем говорить о том, что женщина умная, интеллектуальная, что может быть она уже вам нанесла какой-то ущерб в общении, в отношениях. И это было в прошлом. Но по сегодняшний день она переживает из-за того, что случилось, и переживает из-за того, что здесь был замешан в том числе и мужчина. Мужчина знака земли или огненного знака, старше 50 лет, скорее всего, человек здесь, который косвенно как будто бы пострадал от того, что происходило между вами. Ну или здесь были просто, если такого человека нет, задействованы достаточно крупные финансы. Поэтому здесь ложится карта, которая говорит о том, что вроде бы она и понимает, что да, вот все справедливо в рамках того, что сейчас происходит. Но терять вас не хотелось бы. Почему? Ну смотрите, мужчины, если мужчина вы и смотрите, то тогда она до сих пор считает себя вашей женой. Ну я же для него, я же его женщина, я же его жена, как я могу его терять? Вот почему ей плохо? Плохо от того, что она считает, что есть определенный статус, а вы рядом не находитесь на сегодняшний день. А если это дама, то есть девушка, вы загадываете позицию, то тогда здесь ложится карта, которая говорит о том, что не хватает какого-то мудрого совета с вашей стороны человеку и не хватает вашей основательности. То есть даже если вы молчите, человек видит, как вы себя ведете, и вы даже молчаливостью своей какой-то даете человеку уверенность в завтрашнем дне. Ну и потом человек считает, что неправильно были окончены моменты общения между вами. Человек ждал возобновления обсуждения каких-то вопросов, возникавших ранее, но они пока не состоялись или состоялись не в том формате, в котором человеку бы это хотелось. Предостережение, совет в этой ситуации. Ну вот смотрите, карты говорят о том, что не бойтесь и не переживайте, постарайтесь немножечко надавить вот свои песни на горло, если очень хочется приголубить, пожалеть, вернуться, заглянуть в глаза и так далее. Потому что этот человек то, что делал раньше, будет повторять. Потому что человек настолько стабилен в своей нестабильности даже, что не может вам дать никаких гарантий, что то, из-за чего вы обижались на него, он или она не повторит повторно масло масляное. Ну в общем все поняли, о чем идет речь. И карты говорят о том, что здесь наилучшим вариантом было бы все-таки отрезать все какие-то хвосты, которые вас еще связывают, разрубить все нити. И если вы еще, допустим, боялись сделать окончательный шаг ухода из этих отношений, то не бойтесь. Потому что здесь может быть два варианта. Но мы сейчас о сегодняшней ситуации, мы не о том, что между вами еще может быть. Но здесь карты говорят о том, что если вы не отрежете сейчас, то в дальнейшем эти отношения не будут развиваться благоприятно. А вот если отрежете, то здесь два варианта, 50 на 50. Либо вы просто расходитесь, и вы каждый живете своей жизнью, и вам более спокойно, по крайней мере, вам будет более спокойно без этого человека. Либо вы можете сойтись, но уже с другими, с новыми взглядами на эту жизнь, на этот мир, и построить отношения заново. То есть уже на какой-то более благоприятной платформе. Вот такие моменты тоже здесь могут быть по данному варианту. Ну, конечно, у нас позиция. Первое, второе, третье компот. Кэп очевидность. Замечательная наша рубиновая, красивейшая яблочко. Давайте посмотрим, что скажут нам карты. Давайте посмотрим. Первое, что смотрим, это есть ли такие люди, которым без вас плохо. Но вы знаете, здесь карта показывает человека, вроде бы, да, фигурная карта, вроде бы, говорит о короле кубков мужчина, знака воды или воздуха, такой вот слегка самонадеянный. Но карты говорят о том, что здесь скорее не без вас человеку плохо, а скорее плохо в том, что вы немножечко подрезали его самооценку и немножко спустили его с неба на землю. Вот эти моменты есть. Человек может тосковать в сексуальном плане по вам, то есть, если мужчину вы узнаете для себя. Если вы мужчиной загадываете то, что происходит, то вам здесь, вы знаете, больше показаны вы сами, то есть, вам плохо без каких-то удовольствий в вашей жизни, которые были для вас. Ну, давайте вот так сделаем. Мы сейчас эту карту уберем и посмотрим, какие именно фигурные арканы может для нас показать еще эта колода. Ну да, здесь больше о самонадеянности, больше о себе, чем о ком-то другом. То есть, жалеет человек себя в ваше отсутствие, либо сам себя не может привести к какому-то удовлетворительному настроению. Давайте посмотрим, кто это может быть. Ну вот какой-то либо кармический партнер, либо человек, с которым очень жестко были поставлены финансовые вопросы. То есть, человек считает, что, возможно, вы его угнетаете через финансовый аспект того, что происходило между вами. Здесь карты говорят о том, что может напускать пуху, может напускать больше каких-то эмоций, чем есть. Женщина, женщина, знака земли или огненного знака, одиночка по своей натуре, умная, ехидная достаточно. Она сейчас проходит определенную трансформацию и меняется. И здесь есть мужское влияние. Мужчина старше 45-47 лет. И он тоже здесь может участвовать. Также, смотрите, если были судебные какие-то заседания и обстоятельства юридического характера, то здесь еще и дамочка, которая либо юрист, либо занимается документами, бумагами, на которые ставятся печати. Вот здесь ложится. Ох уж людей набежало. Вы чего, из детского садика, взорвав петарду, убежали, что ли? Я не помню. Давайте посмотрим, почему этим людям вот как-то так без вас плоховасто. А потому что вы были душой в этом общении. Потому что здесь больше ложатся такие люди. Вот те карты, которые показывались и те, которые были озвучены. Они все больше об интеллекте. Они все больше о чем-то материальном. Они все больше о каких-то вещах, которые касаются дел, размышлений, ментальности. А вы здесь как будто бы определенную человечность вносили в то, что происходило. И вы давали ту эмоцию, которой не хватало вот этим людям, которые показались здесь у нас сегодня в раскладе. Давайте посмотрим, что вам с этим великолепием, с этими чипами и дейлами делать дальше. Вам предостережение, совет. Ну смотрите, не будьте наивными. И бывает такое, что нам надо переставать быть душой какого-то общества. Бывает такое, что иногда надо включать жестко очень ментальность или практичность какую-то. И вот вам как раз таки сейчас Арканы рекомендуют перестать валять дурака, перестать дурачиться, перестать вообще затягиваться, зацикливаться именно на том, что да, может само собой как-то все пройдет. Нет, вот само собой вряд ли в этой ситуации что-то пройдет. И карты говорят о том, что если вы хотите находиться дальше в общении с этими людьми, то вам надо включать именно практичность, держать голову холодной и уподобиться им. По крайней мере на какое-то время, на месяц, на два, на ближайший. Для того, чтобы эта ситуация развернулась благоприятно для вас. И даже если это вам не свойственно, постарайтесь. Постарайтесь все-таки включить ментальность, убрать немножечко эмоции. Для того, чтобы может быть вы этих людей в этом случае лучше поймете. Иногда даже в семье стоит включать разум. И что-то, что может быть на доверии, да, вот оно может быть иногда. Но когда глобальные какие-то затеваются процессы, там строится дом, оформляется какая-то недвижимость и так далее, то очень хорошо там витать в облаках, в розовых очках бегать. Но еще лучше, когда при этом соображает голова. Это вот гораздо лучше будет в этой ситуации. Вот такая история. Четыре позиции у нас. Все интересные, в принципе, все дали нам определенную информацию. Я желаю, чтобы вся информация, которую сегодня вы получили, была исключительно во благо и помогла вам разобраться с той ситуацией, в которой вы оказались на сегодняшний день. На все адекватные комментарии я поставлю сердечки, талисманчики, которые будут вас охранять в той ситуации, в которой вы оказались, если вы в ней правы. Всем удачи, благополучия, до встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok